Микс Ньюс. Добрый день еще раз. Продолжаем работу прямого эфире. Председатель подкомиссии Сейма по здравоохранению и член комиссии Сейма по социальным делам Виталий Орлов. У нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. И хочу поздравить коллектив Болткома с днем рождения. И спасибо, что не забывайте, зовете иногда в эфир. Спасибо большое. Да, я не случайно упомянул вот эту главную профильную комиссию, в которой вы работаете не первый год. Поскольку в последней неделе произошло такое знаменательное событие, может быть, в связи с пандемией, еще значимость вот этих решений Конституционного суда не все осознали. На самом деле, судя по тем решениям, которые уже состоялись и, видимо, еще будут, потому что другие иски поданы в развитии этой темы, фактически Конституционный суд сказал, что та социальная политика или та политика в государстве социальной поддержки и малоимущих, и инвалидов, она вообще никуда не годится, если совсем уже не литературно говорить, и нуждается в серьезной реформе, о чем вы, я помню, и ваш коллега, вот Андрей Климентев, и в этой студии говорили из трибуны парламентской. Вот как бы вы это все покомментировали? Решение Конституционного суда, это показало, скажем так, недееспособность банкротства Министерства благосостояния, и та критика, которая идет в адрес министра, которая не хотела это занимать от пост, а занимает потому, что, как говорится, поделены как-то места правительства, это самое страшное, что может быть для Латвии, когда и руководит профильным министерством непрофессионал, который не думает о системе, не думает о, как мне кажется, о людях, ради которых эта система создана, существует. И могу сказать, что решение Конституционного суда дало нам повод подготовить, вместе с Андреем Крементьевым будем готовить иск, тоже Конституционный суд, но он будет касаться чернобыльцев, потому что, как показал, что омбудсмед забыл эту категорию людей в своем иске, и так как Конституционный суд показал, что нет методологии, системы в отношении пособий и минимального пожиточного минимума, то мы надеемся, что такое же решение он примет в отношении чернобыльцев, в которых просто, не знаю, когда последний раз им что-то менялось или повышалось, которые просто получают свои, по законам положенные деньги, и несмотря ни на годы, которые прошли с момента последнего поднятия и пересчета, несмотря на инфляцию, несмотря на то, что они становятся все старше, и больше и больше им нужна поддержка со стороны государства. – Вот все-таки, учитывая ваш опыт и в парламенте, что дальше вообще будет делать Министерство благосостояния, ведь это все упирается еще в бюджет, очевидно, что вот это минимальный социальный доход или пособие 64 евро, но мы все прекрасно понимаем, что на эти деньги прожить нельзя. То, что получают там инвалиды, да, и инвалиды с детства, и просто инвалиды, это пособие по 80 евро, но это тоже издевательство. Что дальше будет происходить, на ваш взгляд? – Я думаю, что и Кабмин, и Министерство благосостояния будут пытаться по-своему трактовать решение Конституционного суда и выполнить его в том объеме, который они посчитают возможным. И самый, наверное, плохой вариант развития – это то, что часть бремени этого финансового будет переложена на уровень самоуправлений. Как мы знаем, что в 2021 году грядут вселатвийские выборы самоуправлений, и именно новым, после территориальной реформы, новым объединениям, которые будут созданы, им придется взять на себя бремя ответственности, при том, что мы понимаем, что фоном всего этого будет эта экономика, которая постковидная, которая мы еще не знаем, она упала, достигла своего дна, или мы можем опуститься еще более ниже в своем экономическом развитии. Поэтому я думаю, что нас ждут непростые времена, и, безусловно, людям, которым нужна помощь со стороны государства, как правило, это пожилые люди и инвалиды, им будет непросто. И нам всем, депутатам, политикам, нужно постараться сделать все для того, чтобы обличить им эту жизнь и выполнить решение у Конституционного суда именно в той мере, в которой было указано в их заключении. А вот еще, говоря о Конституционном суде, еще есть целые, наверное, группы, их много, социальные, которые нуждаются в поддержке. Вот чернобыльцы, я думаю, что еще есть какие-то группы. Что там дальше будет происходить? Насколько есть надежда на Конституционный суд? Вот вообще, если мы смотрим на Конституционный суд и на те вопросы, которые они рассматривают, то есть очень одна большая проблема. Она заключается в том, что, чтобы подать очень юридически грамотные документы, это нужно или нанять юридическое бюро, которое грамотно это все подготовит, потому что парламентарии, несмотря на свой какой-то политический и жизненный, и теоретический багаж не являются юристами высокого класса для того, чтобы подготовить соответствующего уровня документ, который был бы принят. И, как показывает статистика, очень много документов не принимается Конституционным судом. Это значит то, что решение проблем насущных, когда в парламенте их невозможно решить, то есть большинство не поддерживает мнение оппозиции, не готово с ним садиться за один стол и разговаривать, решать насущные проблемы. Путь решения через Конституционный суд тоже становится довольно проблематичным, потому что я точно не знаю, может ли то финансирование, которое получила политическая партия, можно ли его использовать для оплаты иска в Конституционный суд. Не буду выдумывать, я просто этот вопрос не знаю. Но это говорит о тех политических партиях, которые находятся в парламенте. Что говорить о простых людях, которым по закону и сад восьмом, они могут подать Конституционный суд. Жалобу. Жалобу, да. Но она может быть отклонена, потому что она юрически неграмотно будет подготовлена, а юристы хорошего уровня, и хороший, скажем так, приз-курант у них, который необходимо удовлетворить их просьбы для подготовки документа. То есть это затратное мероприятие. Это и затратное, это и проблема. Поэтому я не буду так очень оптимистично настроенным на то, что даже решение Конституционного суда в отношении омбудсменда, это даст толчок и многим другим решениям, которые назрели и которые ждут своего времени. Да. Вот еще такой вопрос, который хотел бы задать. Вот мы уже говорили о простых жителях, у них есть тоже возможность сейчас каким-то образом поучаствовать в этом процессе законотворчества через МАНО-БАУСРВ, потому что я напомню нашим радиослушателям, вы еще и работаете в этой комиссии по мандатам, которая как раз рассматривает первые инстанции, если так можно сказать, которая рассматривает инициативы от населения, когда удается собрать хотя бы 10 тысяч подписей граждан Латвии. Вот эти инициативы приходят. Я понимаю, что вы специально не готовились, но если так вот на память, на вскидку, это респективно посмотреть, вот как вы охарактеризовали последние инициативы, последних, может быть, двух лет? Есть там что-то, где действительно депутаты говорят, что да, это хорошая инициатива от простых граждан, граждан, да, мы будем дальше это продвигать? Ну, такая, это депозитная система, это то, чтобы можно было, то, что в Эстонии и в Литве уже... А, законопроект об упаковке, да? Об упаковке, да. То есть, который вот сейчас получил свою жизнь, о том, что с 22-го года, если не изменяет память, с середины года, вся тара, если мы говорим о пластиковых и, назовем так, пивных бутылках, их можно будет также сдать и получить за это установленную законом денежку. То есть, не все инициативы, которые приходят, они отвергаются, они находят свою, скажем так, свою жизнь через какое-то время, потому что не всегда этому готов парламент и не всегда к этому готовы депутаты, потому что за этим стоит, как иногда изменение бюджета, утвержденный бюджет, то изменить его это очень тяжело и правящие этого, как правило, на это не идут. Поэтому, если принимаются какие-то решения, это касается последующих годов, у нас повестки дня, которые будут на следующей неделе, это собраны 10 тысяч подписей, ну, наверное, уже идеослушатели слышали о том, чтобы осмотреть возможность регистрации браков лиц одного пола. Это пришло в парламент и моя позиция... Такой неоднозначный вопрос. Неоднозначный вопрос, да. Моя позиция, хотя уже сейчас мы видели, что кое-как отдельные политики используют это в предвыборной риторике, депутат Рави Зинтер сказал, нужно выбирать между геями 9 мая и 18 ноября, смешав все вместе. Моя позиция следующая, что если 10 тысяч подписей были собраны, это неважная крайне инициатива, она, ее нужно рассматривать, решения будут принимать депутаты, исходя из своего мировоззрения и своего понимания этого вопроса, но рассмотреть на стадии, зарубить на стадии подачи, это неправильно, это неправильно с точки зрения демократии, которую, и развития демократического общества, которое мы строим, да. Поэтому, ну, не знаю, как там будет, жарко, не жарко будет, наверное, в следующую среду, но такой вопрос будет стоять в повестке дня комиссии. Да, может быть, еще, что касается работы социальной комиссии, потом, может быть, перейдем чуть-чуть и к медицине, вот, что на Ваш взгляд, как вообще, с учетом того, что, видимо, осенью придется разбираться с бюджетом, тут и налоговая реформа и так далее. Вообще есть какие-то надежды, что вот эта социальная политика, она как-то будет по-другому вообще проводиться? Мы уже, вы уже сказали в самом начале, что, видимо, на министр благосостояния, которая по политической разнарядке стала министром, особой надежды, видимо, нет. 8 июля, как я знаю, Министерство финансов просило каждое министерство дать свой проект, предполагаемый на бюджеты на следующий год. Это значит, что каждое министерство подготавливает проекты, берет за базу этот предыдущий год финансирования и потом пытается убедить Министерство финансов, какие еще необходимо поддержать инициативы, чтобы данное министерство, скажем так, выполняло свои функции. Я знаю, что Министерство здравоохранения попросило дополнительные деньги для зарплат медикам, но я не являюсь в этом случае оптимистом, потому что, к сожалению, это старая песня о главном. Каждый год мы слышим, что министерство просит, а Министерство финансов не дает. При том, что это говорят люди, которые находятся в правительстве, и в риторике в межбюджетную говорят, что это их, скажем так, последние, отступать дальше им некуда, это их красная линия, и они пойдут на все, чтобы это было поддержано. На нашей комиссии новая консервативная партия заявила, что она сейчас хоть готова проголосовать, чтобы медикам была добавлена зарплата, но, зная, во-первых, кто это говорит, что за этими словами ничего нету, и эти предвыборные обещания три по пятьсот, которые были обещаны этой партией в последних парламентских выборах, то есть, и ничего не реализовано. Поэтому верить политикам, правящим, что сейчас они готовы поддержать любую инициативу, которая даст увеличение заплатным медикам, я не стал бы, потому что это показывает практика. Одно слово, другие дела, а все-таки хочется больше верить делам, нежели обещаниям. Я думаю, что обещания устали уже все. Это правда. Вот по поводу обещаний, это такой очень хороший мостик, к очень близкой, родной, я бы сказал, вам теме, как медику, конечно, зарплаты работников здравоохранения. Об этом говорилось еще до всякой пандемии, потом во время пандемии вдруг правительство, понимая, что вот кто реально борется с этой чумой 21 века, все-таки решили надбавки медикам сделать, тем, кто каким-то образом был связан с борьбой с ковидом, но чрезвычайно ситуация закончилась, я так понимаю, что в этом месяце, в июле закончились надбавки. Что будет вообще дальше? В общем, как информацию, которую я получаю, работая в комиссии, я вижу, что наши чиновники научились очень хорошо манипулировать цифрами, словами, обещаниями, потому что платят они только за проделанную работу. И когда информация из последней заседания из последней комиссии, когда региональным больницам сказали, что все затраты, которые у вас будут в связи с тем, что боимся с ковидом, они будут компенсированы. Варминская больница сказала, что за апрель месяц им действительно компенсировали, за май месяц никаких выплат, которые осуществила больница сама и покупая на рынке респираторы, маски, дезинфицирующие средства, до сих пор Национальная служба госздоровья им это не оплатила, а уже сейчас июль месяц. То есть мне так, судя на высказывания главврачей, которые с одной стороны живут в реалиях, что жаловаться это значит может быть получить еще уменьшение финансирования на службу госздоровья, а с другой стороны они выполняя просьбы Министерства здравоохранения шли на затраты, которые были из своего бюджета и теперь им говорят, что ну вы знаете о вашем регионе не было таких больных, ну подождите, но они готовились к этому, они покупали этот необходимый дезинфицирующий средства и защитные материалы для того, чтобы в случае если будет появиться больной, чтобы с ним можно было скажем так согласно нормативным актам действовать. И здесь если так эту картину так общим описать, что медики ждут и верят, но каждый раз то, что было сказано оценивается, что неправильно было интерпретировано вами, мы удовольствовали в другом немножко контексте и что ну мы и так вам оплатили простой, который у вас был, заплатив одно двенадцатую, то, что было установлено законом, радуйтесь этому. Потому что там люди не уходили ни на пособие, ни на что, а поменяли немножко профиль работы и действительно оставались на месте и боролись с заболеваниями. Да, вот продолжая эту тему, об этом поговорим может быть и больше тоже во второй части, все-таки я так понимаю, что министерство какую-то новую модель зарплат медикам вообще обещает, но по-моему в 2023 году, да? Да, действительно разрабатывается новая модель финансирования не здравоохранения, а оплаты труда. Да. И в течение около двух лет ее разрабатывали сотрудники министерства. Теперь идет тестирование в больнице Стадыня, то есть несколько отделений подсчитываются параллельно по двум методологиям. То есть и после того, когда будет произведен подсчет, будет проанализировано не потерял ли врач, все ли учтено, все ли манипуляции учтены. Тариф соответствует реалиям, они ниже себестоимости. И тогда просчитав на двух отделениях, насколько я знаю, в больнице Стадыня, будет принято решение и, как сказал министерство, что это будет только в 2023 году. Это говорит о том, что медленно как-то на выборы мы шли с одними обещаниями, если почитаем предвыборные обещания, насколько будет увеличена зарплата медиков и медсестер. И получается, что за этот период парламентский это выполнить не удастся, а будет просто, на мой взгляд, инфляционное увеличение, но не то, что ждут специалисты, медики, как новую систему оплаты, которая действительно позволит молодым врачам не уезжать и оставаться здесь, работа врача будет не только за то, что он находится на рабочем месте, а выполняет определенные функции, значит, будет учитываться все, и, соответственно, и врачи, и медсестры, это будет стимул не уезжать, а получив образование, остаться в стране. Да, сейчас привемся на небольшой перерыв. Виталий Орлов, депутат Сейма, от фракции согласия у нас в студии, не переключайтесь. Микс Ньюс. Виталий Орлов у нас сегодня в студии, депутат Сейма, из фракции согласия, мы обсуждаем актуальные вопросы социальной политики, политики здравоохранения, ну вот мы говорили о зарплатах медиков, конечно, это прежде всего волнует работников здравоохранения, они заслужили достойную заработную плату, спора нет, но, наверное, с точки зрения пациента, для них еще важно и то на доступность медицины, о чем вы неоднократно говорили до пандемии, мы знаем, что вот этот был период, по-моему, больше двух месяцев, когда не оказывалась плановая помощь. И мы понимаем, кстати, с этим столкнулись все стороны, что вот эта очередь, она отодвинулась, люди болеют, как мы знаем, не только COVID-19, но и другими заболеваниями, что вообще здесь отбудет, я помню, что ваша подкомиссия относительно недавно как раз создала ситуацию с тем, как вот эти очереди, ну, не знаю, уменьшить. Да, безусловно, пандемия, пандемия оставила след на системе здравоохранения, и могу сказать, что нам, я считаю, что нам повезло, что, что небольшое количество умерших в стране, количество заболевших тоже считаю, что небо небольшое, если мы сравним со странами Западной Европы. Но эта борьба с распространением пандемии действительно наложила след на оказание плановых услуг. Сейчас, безусловно, больницы пытаются наполнить этот пакет и задействовать врачей и свою систему, чтобы можно было людей, которые стояли в очереди и ждали какое-то определенное исследование или операцию, чтобы ее можно было получить. Но опять возвращаясь к этому кругу, небольшие зарплаты, или, скажем, зарплаты, которые не устраивают этих врачей, заставляют их уехать, соответственно, уменьшается количество врачей. И говоря с руководителями региональных больниц, я понимаю, что очень много врачей, которые у них работают, это врачи, которые приезжают в определенные дни из Риги. Потому что на месте врача уже резок на Екапелс, Кулдыга уже нет. То есть уже приезжают на сутки рижские врачи, которые там дежурят, их забанивают какой-то зарплатой какими-то преференциями. Только, чтобы хотя бы было. Главное, чтобы глабушево было. И это вот проблема. Потому что не только маленькая, а то, что и недоступность связана с тем, что специалистов просто уже становится мало. Фактически получается, что нужно из столицы завозить, есть так вот. Да, из столицы нужно завозить. И, безусловно, можно что-то изменить. Допустим, все снимки можно читать отдаленно. То есть не нужно в каждой больнице врач-радиолог, который читает снимок. Нужно просто соединение, хорошая интернет-связь и колл-центр, который может министерство сделать, если почитать нужным. И там будут... То есть тоже удаленное, скажем... То есть, безусловно, что-то можно улучшить, но все равно врач, который принимает пациента... Его удаленно... Его никак, это телемедицина, она больше консультация, но не обследование и не работа с пациентом в том понимании, которым... И потому, что мы все понимаем, говоря с теми, кто возвращается и живет, наши соотечественники, которые живут сейчас за рубежом в странах Западной Европы, что наша доступность это еще хорошо по сравнению с тем, что происходит в Англии и в саксонских странах. То есть там вообще без больших денег ты никакой не... Или страховка, которая тебе позволит, которую ты покупаешь сам. Частному, да. Или приходишь к врачу, который не посылает тебя, дает, как это Англия, знаменитую таблетку парацетамола, да, и вот лечишься тем самым. Попасть к врачу, а попасть, чтобы там еще очередь настолько большая, что даже со страховкой ты попасть не можешь. Поэтому я не хочу хвалить на латвийском системе здравоохранения, но когда мне рассказывают о тех, с чем сталкивают наши соотечественники за рубежом, я понимаю, что это... И приезжают сюда лечиться. Правильно, они приезжают сюда лечиться. Это наша заслуга, и мы не должны ее растерять, а сделать ее такой же доступной, может быть, даже лучше, чем это есть на данный момент. Да. Наверное, будем принимать звонки, одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Да. У меня два вопроса, но они между собой связаны. Первый вопрос такой, вот слушая вашего гостя, понимаешь, что наше правительство и наш сейм, так как руководят ими один и те же, одна и та же коалиция, становятся каким-то шлюковатым, как в 90-х годах на персочнике. Вот угадал, не угадал, но никогда не угадаешь. Ты обещали зарплату медиков, не выплачивают, обещали там оплату средств, не оплачивают, обещали запросу и так далее, и так далее. Это первый вопрос. А второй вопрос такой, вот вы сказали, что какая-то больница в Алдорске не платит за дезинфицирующие средства, которые связаны с пандемией. А у меня такой вопрос. Правительство сказало, что надо мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами. Я купил на семью, у меня большая семья, на 80 евро. А скажите, а мне тоже должны тогда компенсировать? Или мне не надо, а больнице надо? Спасибо большое. Удачи. Спасибо. Ну, я думаю, что этот парламент самый слабый за то время, которое... У вас есть с чем сравнивать? Да, у меня есть с чем сравнивать. Он самый слабый. Пришли люди, которые на фоне популизма не профессионалы, и те народная партия, которые там хулили, Латвия Цельша, зеленые крестьяне, я считаю, я считаю, что они пока не менее на голову выше тех, кто есть сейчас. Что касается оплаты Валминской больницы и ваших за то, то вы слышали недавно заявление Каинш, что если что, он заставит всех ходить в масках в общественных местах. Не сказал, что это маски мы вам дадим. Это он не сказал. Не сказал, вы будете в этом ходить. Поэтому нынешнее правительство считает, что спасение утопающих дело о рук самих утопающих. И мне так кажется, что к сожалению, мы тоже к этому уже давно привыкли. И меньше и меньше я общаюсь с людьми, они надеются на правительство, надеются только на себя, на своих родных, знакомых. И надежда на праве, тех, кто правит страной, мне кажется, что нету ни русскоязычных так называемых, нету и в компаниях латышей, с которыми я общался, они рассчитывают только на себя и хулят, на чем свет стоит нынешних власть-поддержащих. вот это тоже удивительная такая история, да, вот вы тоже затронули интересную проблему, что фактически мы слышим из уст правительства прямо с начала с пандемии, необычные вещи, что мы там миллиарды выделяем, два с половиной, потом уже четыре с половиной, потом европейское все выделяем, ну, казалось бы, что все должны быть счастливы, сейчас все компенсируется, не знаю, как дезинфицирующие средства каждой семье, но, по крайней мере, пособие попростуует, как потом, когда начинаешь разбираться, мы видим, что при всем уважении львиная доля средств уходит на поддержку и на увеличение уставного капитала крупных госкорпораций, я не исключаю, что это на тем отдельный разговор, может быть, это тоже надо, но вот у меня все-таки не покидает ощущение, что в людей не вкладывают средства, да? И вот те закупки, которые делает сейчас Центр при Министерстве обороны, он показывает, что закупки делаются по принципу, надо потратить деньги. Вот любой, это не нужно... Тем более конкурс уже проводить не надо. Не нужно быть, да, не нужно быть Шерлок Холмсом, вот просто зайдите к ним на сайт и посмотрите, что закупают они. Значит, такой пример, который мне бросает за глаза, потому что я очень хорошо эту проблематику знаю, это респираторы. Значит, сначала они купили 30 тысяч респираторов немецкой компании Дреггера, которая является лидером мировым, вместе с американской компанией ТРМ. Значит... Это медицинские. Медицинские, да. А потом они купили 300 тысяч китайских респираторов, которые стоят на 3 евро дороже, чем немецкие и американские. Притом, что больница Галлиза скупила американские по цене в 3 раза, не в 3 раза, но в 3 евро меньше одного, один из пиратов, чем купила большую партию купила Министерство обороны. Что-то здесь не сходит. Притом, что бывший директор службы госздоровья, когда говорил о закупках, сказал, что вот это тот случай, когда название имеет значение. И медики, мы покупаем, я не хочу там бросать упрек к китайскому качеству, но я не понимаю, почему покупается дороже, чем лидеры мировые, которые на рынке есть. Может быть, не такие количества. И при том, что зачем покупать 300 тысяч... Это все равно, что покупать китайский автомобиль, который бы в 3 раза дороже, чем Мерседес. И говорит, что подождите, но он сейчас доступен. А Мерседес нужно будет подождать 2 недели. А нам нужно сейчас ездить. Притом, что мы понимаем, что купленные респираторы имеют срок годности и сейчас куда 300 тысяч. Можно было потихоньку закупать по 20, по 30 тысяч, используя понижающую цену. И вот это... Я думаю, скандалы с закупками они еще будут и эти вот миллиарды, которые были выделены, это очень хорошая была возможность, чтобы используя прикрытие пандемии, купить то, что не идет по конкурсу, а объяснить это то, что это нужно и это борьба с возможной второй волной. Может быть, это и не обязательно злой умысел, может, это просто некомпетентность. В этом же надо разбираться в этих респираторах. Один известный политик сказал, у каждого... У каждого ошибки есть имя и фамилия. Поэтому если человек, который это делает, то надо узнать, почему он это сделал. То есть, если некомпетентность, так что он делает на этой должности? Ну, вперед, как говорится, в народное хозяйство. Да. А если компетентнее это сделать, тогда другие вопросы к другим учреждениям. Я так понимаю, что вы же периодически соответствующие запросы, как депутаты, отправляете. Это все делается, но то, что упрек нынешним правящим, это поднять этот вопрос, мы политики можем только написав парламентский запрос. Его можно рассматривать только тогда, когда парламент работает. Как только возникли скандалы в закупках системы Министерства обороны и появились первые запросы, мы перестали. Все, уже до сентября месяца больше парламентских заседаний не будет. Может быть, следующий вторник, если будет очередное одно, да, но больше они не дают возможности даже сделать официальный запрос парламентский, публичный, на который можно прийти, послушать и мотивацию, и аргументацию. Премьера сам не приходит, отфутболивает на соответствующее министерство, говорит, что все делаем согласно действующему заказчику. А действительно зал парламентский не позволяет обеспечить социальное дистанцирование, потому что вы уже долгое время продолжаете работать как-то в удаленном режиме. Здесь я бы, все-таки у нас есть СПКЦ, который специалисты дают свое заключение, эпидемиологи, которые дадут. Это их прерогатива. Если бы вы спросили меня, готов бы я был сидеть с другими коллегами со 199 коллегами в большом зале, я бы сказал да. Но если инфектологи СПКЦ говорят, что все-таки в этом зале для безопасности меньшее количество, я должен считаю, что врачам нужно доверять, так же я должен доверять инфектологам, потому что не являюсь специалистом в этом. Но это действительно теряется, законотворческий процесс очень много теряет, потому что зависит все от качества связи, от чиновника пришел, не пришел. когда публичное в комиссиях идет рассмотрение вопросов, то тогда чиновник отвечает, ты можешь задать вторичный вопрос, то есть ты можешь его очень хорошо, как говорится, своими вопросами поставить, можно сказать, неудобное положение. А здесь же есть модератор, который дал тебе вопрос и не даст тебе больше второго вопроса, потому что скажет, что там стоит какая-то очередь, и ты не сможешь как это в живом общении, скажем так, показать чиновнику на его некомпетентность или на какое-то предумышленное какое-то зло, которое делается им. Еще один звонок успеем принять. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день, не только цифр, но завода вопросов. У нас не хватает 8 тысяч медсестер, да, финансирование медицины у нас почти в два раза ниже, чем в Эстонии и в Литве. Значит, называл предыдущий звонивший на перстке, сейчас, а раньше, когда приходил господин Орлов, называлось, что Пайглит-С1 получает 10 тысяч. Вы его в два голоса поправили, не 10, а 8. Он вообще-то получает не 8, не 10, а 12 тысяч, потому что 4 тысячи он до недавнего прошлого получал в ЦСДД. И вот еще раз про на перстке. Мы сейчас поговорили, поговорили, и оказалось, что у нас медицина лучше, чем в Англии. То есть так, на перстке передвинули, и наша медицина стала чуть ли уже не лучше европейской. Но где предел вот этому бреду господин Орлов? Так, давайте все-таки выбирать выражение, да, я понимаю, что у каждого есть свое мнение, да. Нет, давайте это самое, во-первых. О фактах, да. Да, о фактах. Значит, мы живем в этой стране, и мы хотим, чтобы у нас медицина была лучше, потому что каждый с ней непосредственно сталкивается, да. Сказать, что она стала лучше за эти годы в независимости, я этого не могу сказать, да, но в то же самое время я могу ее сравнить с тем, что я слышу вот из Англии. Поэтому я не говорю, что она самая лучшая в Европе, я этого не говорил, я сказал, что она более доступней, по словам наших соотечественников, чем в Англии, да, но я не сказал, что она хорошая. Но то, что в отношении Павлитоса, ну, во-первых, я называю цифрой, которая у нас есть на комиссии. Если какие-то есть дополнительные доплаты, то я его за оплату оценивал только как назначенную ему Министерством здравоохранения. За оплату в ЦСДД если он получает, я этого не знаю, я не отслеживаю его декларацию, пусть им занимаются дорогие люди. Да, я так понимаю, что вы же и не говорите о том, что это очень хорошо, да? Да, ему эту заплату поставили, и при том, что поставили с определенной целью, он должен уменьшить долг восточной больнице. и я так понимаю, что в конце этого года мы будем смотреть итоги работы комиссии, хотя создана уже ПАДОМа, новая структура, которая надзирающая, и вопросы будут к ней, то есть, как она оценивает работу Пагнитеса, то есть, он выполнил при приеме на работу свои функции или нет. У нас это парламентский контроль только. Да, может быть, подводя итоги вот нашей беседы, как вы прогнозируете, будут ли еще подаваться иски в Конституционный суд, ну, потому что мы, по большому счету, много чего можем говорить, даже несмотря на то, что у нас вот накопительная пенсионная система, по-прежнему мы продолжаем плодить вот нищету, потому что люди сейчас, которые уже уходят на пенсию, потом мы знаем, какие у них пенсии в основном. Ну, я думаю, что будут подаваться, кто-то из ваших коллег написал, что господин Янсен готовит себе политическую карьеру и такая активность его в подаче исков, это, ну, как они считают, это элемент повышения своей узнаваемости. Ну, и я буду двумя руками за, если им будут подаваться иски, которые будут решать насущные проблемы, потому что, как я сказал, что не всегда парламентская работа приводит к изменению законотворчества, и только Конституционный суд, выигранное дело в Конституционном суде заставляет правящих поменять закон. А вот то, что будут приниматься от простых граждан, если они будут подготовлены несоответственным образом, здесь у меня очень большой скепсис. Да, хотел бы добавить просто для полноты картины, не в смысле, что мы какие-то адвокаты председателя правления вот этой восточной больницы, господин Паглиц, но он в ЦСДД уже давно не работает. Я не знаю, я знаю его как руководителя восточной больницы. Да, это соответствует действительности, больше ничем он не руководит, только восточной больнице, я сейчас специально проверил. Виталий Орлов у нас был в студии, депутат СИИМа, большое спасибо. Спасибо, и не болейте.